Только ничего не вздыхать, не охать, не ахать. Внимание! Ролик выполнен в полемических, критических, информационных и учебных целях. Согласия автора и выплата вознаграждений не требуется. Страйки будут оспорены при необходимости даже через суд. Привет! Нет, вы ничего не перепутали, это тот самый канал. Просто пока Андрей Гав готовит для вас новую порцию вакцины, выпуск экстренных новостей сегодня придется провести мне. С вами по-прежнему канал Шлеми и я Анна Андреевна. Мир содрогается от новостей, летящих к нам с другой стороны земного шара. Коронавирус, которым заражены уже тысячи человек и тысячи погибли. Это, без сомнения, очень печальная и страшная информация. Все силы самых прогрессивных умов человечества трудятся над эффективным лекарством, которое не даст вирусу шанса уничтожить нас. А вы знали, что давным-давно существует вирус, поражающий мотоциклистов? Что этот вирус смертоносен и очень часто делает из молодых и дышащих здоровьем людей инвалидов? Вы, зрители нашего канала, конечно же сейчас улыбнетесь и произнесете «Долбоклювиус вульгариус». Все вы его прекрасно знаете. Он был обнаружен, описан, назван Андреем Гавом на этом же канале. Но вот многие ли из вас знают, что этот вирус не метафора, а вполне научно обоснованная проблема? Уверена, что нет. Тогда пришло время рассказать вам об этом. Таксоплазма гонди – простейший паразит, основным хозяином которого являются представители семейства кошачьих. В качестве промежуточных хозяев выступают различные виды теплокровных животных, в том числе и люди. Этот паразит может размножиться в единственном месте на Земле – это кошачий кишечник, после чего он попадает естественным путем во внешнюю среду, где его может подцепить, например, грызун. И вот теперь у этого паразита наступает важная эволюционная задача – попасть обратно в желудок кошачьих для того, чтобы снова размножиться. Этот простейший паразит в процессе эволюции развил особую способность. Он проникает прямо в мозг грызуна и уничтожает его врожденный страх перед кошачьими – инстинкт самосохранения. По сути, грызуну начинает даже нравиться присутствие кошки, и он ошивается рядом с ней, после чего кошка его без труда ловит, съедает и цикл повторяется. Таксоплазма в прямом смысле меняет связи в мозге и гипоталамусе грызуна, заменяя врожденный страх перед опасностью на сексуальное возбуждение. А зараженные таксоплазмозом шимпанзе перестают бояться леопардов. Думаю, вам уже не надо объяснять, к чему это приводит. Как грызуны, так и шимпанзе, зараженные таксоплазмозом, становятся менее опугливыми, больше гуляют и меньше переживают о том, что их кто-то съест. «Но при чем-то долбоклювивус вульгариус?» – воскликнут самые недогадливые зрители. Это сложно, блин. Оказывается, у людей, зараженных этим паразитом, помимо того, что имеется повышенный риск получить шизофрению, еще меняется характер, нейропсихологический профиль, человек становится менее сдержанным. При таксоплазмозе выше риск погибнуть в аварии из-за агрессивного вождения. «Какого б***я ты меня снимаешь? Ты что, б***ь, говна объелся?» «Б***ь!» Для грызуна нет ничего более фундаментально страшного, чем бояться кошку. Как и для человека – нестись куда-то с огромной скоростью или выброситься из окна. Но паразит притупляет страх своих промежуточных хозяев, просто ему нужно выбраться из них, чтобы размножиться. Вы в курсе, что когда человек разбивается на мотоцикле, то погибшего мотоциклиста проверяют на таксоплазмоз? Вы знаете почему? Потому что его очень часто находят в органах лихачей. Лобная кора – это очень крутая часть мозга, которая позволяет принимать сложные решения и решать верно логические задачи. Самоконтроль, долгосрочное планирование, отсроченное вознаграждение, регуляция эмоций – это все заслуга лобной коры. В течение жизни мы постоянно предстаем перед выбором между пустым, все-минутным, импульсивным поступком, о котором мы, возможно, потом пожалеем, и сложным стратегическим решением. Именно лобная кора своей способностью определяет нашу осознанную человеческую биологию. Голод, боль, усталость, гипогликемия – это все ухудшает работу, а высокий уровень гормонов стресса может вообще привести к атрофированию лобной коры. А если ты мужчина, то на тебя влияет еще и текущий уровень тестостерона. Тестостерон делает лобную кору мозга заторможенной и тупой. В общем, огромная часть биологических факторов от уровня стресса до того, чем мы питаемся на протяжении жизни, сильно влияют на скорость развития и работу лобной коры мозга, которая, в свою очередь, влияет на наше поведение и выбор между силой воли и сиюминутным соблазном. Чем медленнее развивается лобная кора, тем хуже мы способны сдерживаться, планировать и учитывать долгосрочные последствия своих поступков. По большому счету, именно эта часть мозга и есть наша способность логически мыслить. А теперь самое интересное. Лобная кора полностью сформировывается в среднем 25 годам. Это не значит, что 24 года вы еще примат, а на следующий день после 25 дня рождения вдруг станете человеком разумным, способным логически мыслить. Тем более, у кого-то она может закончить формироваться и в 20 лет, а у кого-то не сформируется и до конца жизни. Но суть происходящего вам, надеюсь, теперь ясна. Кстати, у женщин в среднем эта часть мозга формируется на пару лет раньше, чем у мужчин. Тестостерон знаете ли вы? Теперь, думаю, вам понятно, почему мозг подростков работает без тормозов. Особенно дофаминовая система, вознаграждение, жажда острых ощущений, предвкушение чего-то нового. А лобная кора еще недоразвита и плохо сдерживает импульсы. Сложно быть логичным и понимать даже простейшие причинно-следственные связи, когда ты немного недоразвит. И гораздо хуже остаться таким недоразвитым в теле взрослого человека. Именно мощная лобная кора в итоге делает нас людьми и ставит над всеми остальными приматами. А вот теперь соедините таксоплазмоз, недоразвитую лобную кору, добавьте щепотку невежества и радостное улюлюканье таких же зараженных, и вы получите долбоклювиус вульгариус в чистом виде. Вирус, убивающий быстрее чумы и любого китайского коронавируса. Это была Анна Андреевна. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Плохой мотоблогер, он как сигарета. Сейчас ты наслаждаешься ей, а потом она тебя убьет. Субтитры создавал DimaTorzok